Любой уважающий себя населённый пункт имеет свой гимн. Краскова не исключение, поэтому торжественное мероприятие началось с песни, посвящённой родному посёлку, которую исполнил образцовый коллектив хор русской песни. Действительно, красковчанам есть чем гордиться. Передовым учреждениям среднего профессионального образования без сомнения можно отнести Красковское отделение Люберецкого техникума, в стенах которого молодые люди получают профессии станочника, специалистов по пожарной безопасности и ремонту автотранспорта, парикмахера, повара и кондитера. А свои творческие таланты учащиеся техникума раскрывают, участвуя в коллективе «Театр причесок». Главная задача в нашем техникуме – это создание гармоничной личности нашего учащегося, человека, который любит свою профессию, который становится профессионалом. Следующим номинантом проекта стал Красковский культурный центр, на базе которого работает 30 клубных формирований различных творческих направлений. Сегодня центр посещает более 800 человек – детей и взрослых. Заниматься в наших творческих коллективах престижно, быть сотрудником культурного центра – почётно. Впереди у нас много новых интересных проектов, и я уверена, всё задуманное свершится, и мы сможем подняться на ещё более высокий уровень. Старейшим общеобразовательным учреждением Красково является средняя школа номер 55. Многие её опускники до сих пор с большой теплотой вспоминают годы своего обучения в ней. Наша школа – это моё прошлое, потому что там училась я и вспоминаю с очень большой теплотой эти годы, я не могу их забыть. Подлинное сокровище школы – это её учителя. В этот день ветераны 55-й вместе со своими молодыми коллегами поднялись на сцену культурного центра под бурные аплодисменты собравшихся на праздник. Всем номинантам проекта «Достояние Красково» были вручены памятные кубки, а лучшие сотрудники награждены почётными грамотами главы городского поселения. В рамках концертной программы, помимо местных творческих коллективов, перед гостями культурного центра выступили звезда российской эстрады Татьяна Буланова и всемирно известный тенор Гаруш Варданян. Ольга Щевелёва, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.